Действительно интересным, привлекательным местом. Большое спасибо. Всем доброе утро. Я знаю, что после пятницы и субботы сейчас, на самом деле, довольно раннее время для того, чтобы собраться. Поэтому большое спасибо за то, что вы смогли так рано проснуться, чтобы с нами встретиться. Мы приехали из Сингапура. Это Габриэль, я Филипп. Да, все началось с того, что мы готовили напитки у себя дома. Но спустя время у меня появилась возможность путешествовать, посмотреть на различные отели. И первая моя работа была в клубе, но я чувствовала, что я буду заниматься еще чем-то другим. Поэтому, по сути, работа в отельном ресторанном бизнесе стала частью моей жизни. И отели – это то место, где, по сути, можно как раз больше всего столкнуться с работой этого бизнеса. Нам очень повезло, что мы можем работать вместе, которое превратилось в бар в отеле, в бар в гостинице, который сейчас очень известен. И многие люди в Украине попросили, чтобы мы рассказали о нем. Бар называется «Манхэттен». И что же мы хотим делать на протяжении последующих нескольких минут? Попытаться объяснить, каким образом можно трансформировать обычный лобби-бар, который существует в большинстве гостиниц, в действительно привлекательное место. Но до этого хочу знать, работает ли кто-то из вас в отелях или гостиницах? На баре? Или обслуживают банкеты? Все в барах работают, да? Все в Украине или кто-то… Все здесь, да, на месте? Хорошо. Тогда, я думаю, что это будет применимо и к вам. Нашему отелю 36 лет. Он был открыт в 1982 году, там было свыше 400 номеров. И когда он открылся, то это был очень классический бар в гостинице. Фортепиано, несколько диванчиков. То есть, тогда все выглядело замечательно. Но спустя время, поскольку Сингапур начал развиваться и стал одним из самых привлекательных городов в мире, в одной из самых привлекательных стран, потому что это стал хаб, куда люди приезжали после того, когда начали открываться новые гостиницы. Все знают про прекрасный залив, но при этом в этой гостинице этот замечательный бар начал превращаться в абсолютно другое место. И это, собственно, был тот момент, когда управление поняло, что необходимо что-то менять. Возможно, ты хотел бы сперва что-то рассказать об этом. Я хочу всех спросить, кто знает про рейтинг 50 лучших баров в мире. Это очень престижная награда. Есть специальный орган, который выдает ее, который отмечает успешные бары и рестораны, работающие в этой сфере. Из различных стран, которые превосходят других или создают действительно прекрасные переживания, когда вы там находитесь. Сколько там судей? Когда мы говорим про лучшие 50 в мире, это что-то похоже на гумио и на мишленовские рейтинги. Но когда мы говорим про бары, сейчас, если я не ошибаюсь, по сути, в мире есть где-то около 500 судей. Их просят раз в году назвать сейчас вот 7 самых замечательных и любимых баров в мире. И это очень непростое соревнование, потому что ни у кого никогда не было возможности проверить все из них. И я доверяю этому списку, неважно, там будет 50, 100 или 500 их будет, это все равно будут самые замечательные места. Но вы должны, как бы не то, что вы должны, организация должна в определенный момент, определенным образом подчеркивать какие-то интересные моменты. Когда мы говорим об этом списке, про эти 50 баров, на самом деле это совсем небольшая доля от всех баров, которые существуют в мире. Но вот он хочет сказать, что там в списке есть только 7 баров, которые находятся на территории отеля. Если об этом задуматься, то отчего же так? Люди что, не ходят в эти места, которые находятся в отелях? Или, может быть, на эти отели никто не обращает внимания из этих людей? Поэтому это, собственно, то, с чем мы пытаемся работать. Вопрос к вам, поскольку большинство из вас работает в отелях. Кто у вас основные клиенты? Это люди, которые живут в отеле или приходят люди из города в ваш отель для того, чтобы выпить что-то в баре? В основном, да, наверное, 80% это люди, которые у вас останавливаются в отеле. А в Манхэттене все наоборот. 80% людей это местное население из Сингапура, которое приходит туда. Остальные это, наверное, туристы, люди, которые читают какие-то журналы и такие говорят, о, мы почитали про это место, и где-то 5-7% это те люди, которые и живут в отеле. А до этого, когда у нас было до этого 440 номеров, все было довольно неплохо, но потом мы поняли, что что-то пошло не так. То есть этот список может быть объективным, может быть субъективным. Понятное дело, что очень непросто, даже когда вы в Сингапуре, если вы смотрите на этот список, например, если вы находитесь в Лондоне, в Нью-Йорке, возможно, намного будет проще получить эту награду, потому что, наверное, многим людям будет проще сказать что-то, потому что они чаще бывают в тех городах. И почему это говорю? Потому что очень много классных мест есть в Северной Америке, в Южной Америке, в Восточной Европе. На самом деле, я уверена, что здесь тоже люди работают и очень сильно даются своему делу. Но не у всех есть возможность приехать сюда, чтобы воочию видеть эти места. А если мы говорим про отели, то люди их чаще замечают, потому что людям приходится там останавливаться и ночевать. Но для большинства баров, вот что мы поняли, неважно, это будет 4-звездочный, 5-звездочный бренд. В большинстве случаев бары просто считаются тем местом, где вы можете выпить какой-то напиток. Просто заведение, которое находится в лобби-баре. Но сейчас люди ищут абсолютно другое. Сейчас люди хотят переживать какой-то новый опыт, испытывать что-то новое. Именно поэтому наш владелец решил рискнуть, чтобы трансформировать этот 32-летний бар в что-то похожее на вот это. И вот как выглядит сейчас наше заведение. Если вы посмотрите на два изображения, вы поймете, насколько разительны различия. Понятное дело, что это случилось не за одну ночь, не за один день. Необходимо было очень много всего планировать. Надо было большое количество помощи. У нас была специальная компания, которая консультировала нас, когда Манхэттен только начинал действовать в новом формате. До сих пор они нам помогают в этом процессе. Если мы посмотрим на саму структуру, то вы увидите, что до этого это было два пространства, где были в основном столики и стулья. Здесь вот левая, правая сторона. По сути, там были только столики и стулья, где гости могли бы сесть. А сейчас, если люди в бар не приходят, то тогда вам столики и стулья вообще не нужны. Потому что, если у вас много стульев, а людей нет, то вообще, каков смысл расставлять все эти столы и стулья? Поэтому, вместо того, чтобы создавать дополнительные столы, мы пытались сделать что-то, что привлекало бы людей. Чтобы людям было интересно прийти туда, но при этом, чтобы это было одновременно с тем очень функционально. Мы пытались интегрировать все это. Что же происходит? Мы превратили старый бар в то место, которое действительно волнует людей. Впервые я услышала про Манхэттен, потому что я услышала про Ригхаус, то место, где хранятся бочки со спиртным. В Манхэттене было создано пространство, вот здесь вот Спара, где есть 105 бочек из американского дуба, где хранится спиртное. Помимо этого, у нас также есть комната, где хранятся различные вещи, которые мы используем. Инфузии, битеры и так далее. Собственники, управленческий персонал. Им необходимо все было планировать. И мы сказали, хорошо, мы берем большую сумму денег и попытаемся превратить этот бар в плане архитектуры и дизайна во что-то, что будет действительно привлекательным. Они взяли бюджет и во время процесса они его в пять раз увеличили. В конечном итоге мы потратили довольно хорошую семизначную цифру, конечно же, в сингапурских долларов. И это как раз показывает заинтересованность. Если у кого-то есть идея, но если вы хотите действительно ее довести до чего-то толкового, создать что-то новое, вы должны быть заинтересованы в этом. Мы, как персонал, конечно же, для нас это наша работа, это наша страсть. Но если кто-то хочет достичь чего-то большего, необходимо создать абсолютно новую площадку. Нам очень повезло, что наши собственники инвестировали большую сумму денег, но помимо этого была команда, которая теперь должна сделать все для того, чтобы это дело заработало. Это где-то там 87-90 посадочных мест. Людям приходится ждать 20-40 минут для того, чтобы попасть туда. Обычно выходные людей очень много. Мы рекомендуем, чтобы столик бронировали заранее. То есть за последние четыре года это место превратилось из просто какого-то места, где ничего не происходило, в бар, куда люди действительно хотят попасть. Это прекрасно, конечно, звучит, если у вас есть ригхауса, классное меню, классная посуда. Но при этом, мы еще вернемся к этому, необходимо, чтобы было помимо этого много дополнительных факторов. Если вы работаете в отеле, вам также необходимо понимать, что вы являетесь частью большой организации. Бар – это только одна составляющая. Может быть, ты мог бы объяснить, что делает Манхэттен особо. Это, наверное, навыки, обучение. Когда Манхэттен… Я сейчас хочу рассказать тебе честную историю. Я и Седрик. Седрик – это наш главный бармен, который сейчас в Сингапуре. Седрик был официантом, который работал в той же гостинице, где сейчас находится Манхэттен, в другом заведении. Он делал такие коктейли, как мигрони. И, как он всегда говорил, когда я впервые научился что-то готовить, я смешивал мигрони. И он даже не совсем понимал, какие компоненты он туда замешивает. И после этого можно было уже посмотреть, каким образом он менялся. Мы начали применять тренинговые программы, программы обучения, для того, чтобы усовершенствовать то, что у нас было в наличии. Практически каждый день мы обучаемся чему-то новому. И помимо этого, каждый член команды участвует в этих процессах. Есть домашнее задание. Даже если нет какой-то задачи, которую вы им даете, человек возвращается с новыми знаниями, пытается этими знаниями поделиться со всеми другими. И однажды Седрик пришел и говорит, о, ты слышал про вот этот новый продукт? А потом еще кто-то приходит и говорит еще про какую-то новую штуковину. То есть, представляете, да, какая идея, навыки и знания вы можете получить за один день. Просто благодаря тому, что люди обмениваются между собой этими знаниями внутри команды. Да, то есть, конечно, нужны люди. Но, как по мне, самое интересное, это как только у вас есть этот интерес со стороны вашей компании, которая хочет помочь вам трансформировать, пройти ваш бар в что-то действительно волнительное. Вы должны взять на себя ответственность и начать искать какие-то вещи, которые смогут помочь, улучшить то, с чем сталкивается клиент, когда приходит. Вот здесь вы видите Риг Хаус. Вот здесь не очень, правда, четко видно. И там есть больше сотни бочек из американского дуба, в которых выдерживается спиртное. Это инвестиция тоже. Потому что наполнить эту бочку, это стоит 500, 600, 700, 800 долларов. Бутылка джуина, я знаю, стоит 10 долларов или 10 евро. А в Сингапуре 50-60. Я не знаю, какие цены на спиртное здесь, но на самом деле 28 долларов, как минимум, налог на каждую бутылку, которая водится в стране. Поэтому ценовая политика абсолютно другая. Поэтому необходимо создавать что-то дополнительное. Если вы создаете, это должно идти из вашего сердца, из души. И вот поэтому, как он говорил, мы создали программу, которая была полна обучения, получения новых навыков. Но поэтому вам нужно время, потому что если у вас открывается какое-то заведение, вам необходимо, чтобы были какие-то промежутки, когда вы можете выдернуть людей для того, чтобы они могли проходить обучение, чтобы максимально использовать их время. Поэтому обучение является очень важным. Мы создали прекрасную программу 5 лет назад. Сейчас у всех есть YouTube, выход в интернет. И поэтому все становится более вирусным. Тогда это тоже было. Но, пожалуй, тогда мы не понимали, каким образом можно было все это создать. Мастерство. Поэтому мы начали создавать программы, которые позволяли нам развиваться. Потому что Манхэттен пытался найти специальные бокалы, которые были бы изготовлены специально для Манхэттена. И это инвестиции. Если вы начинаете делать что-то такое, то весь управляющий персонал, собственники должны верить в эту идею. Когда я говорил про инвестиции вначале, это, наверное, было больше, чем 3 миллиона. И мы смогли вернуть эти деньги за 23 месяца. Это означает, что нам пришлось очень хорошо попотеть для того, чтобы все это сделать. Я не знаю, какая здесь средняя цена в Украине за коктейль. 10 евро в отеле. 15. В Сингапуре 25 долларов. Это нормальная цена. Просто, чтобы вы понимали соотношение. Конечно, у нас все отличается. Но для того, чтобы привлечь людей, необходимо создать какие-то интересные программы, интересное меню. Меню было разделено на несколько блоков. Даже название. Манхэттен. Мы создали большую маркетинговую историю вокруг всего этого дела. Это был кулинарный опыт. Помимо создания пространства, которое позволило бы привлечь местное население, хотелось сделать так, чтобы люди испытывали любопытство, чтобы им было интересно, зачем так много денег было вложено, чтобы сменить это место. Поэтому мы начали делать такое мероприятие, которое называлось «Друзья Манхэттена». Поэтому первое было Алекс Криттена, которого мы привезли для того, чтобы он с нами выступил. Наш директор его привез. И они поддерживали нас в том, чтобы распространить информацию. Это знаете, вот как сейчас часто люди приходят для того, чтобы проводить мастер-классы, читать какие-то лекции. Опять же так, если мы говорим про то, что было 5 лет назад в Сингапуре, у нас совсем отличалась ситуация. Но эти программы, эти вещи на самом деле очень сильно помогли нам распространить информацию о названии нашего заведения и заинтересовать людей. Когда я впервые был в Сингапуре в 2014 году, там было очень много отелей, и везде были просто лаунж, лаунж, лаунж-бары. Но спустя много лет все эти отели начали вкладывать деньги в то, чтобы превратить свои бары в настоящие отдельные, ну не отдельные, но отделенные зоны в баре. Это Анкл Дин, он работает в гостинице с того момента, как гостиница была открыта с 1982 года. Как только он пришел в эту гостиницу, он ни одного раза не пропустил работу. То есть 36 лет он работает уже, и старый бар, который вы видели до этого, он в нем работал. Сейчас он работает в Манхэттене, он работает со всеми фрешами, он создает все сиропы, с которыми мы работаем. Поэтому у нас есть определенная программа в Манхэттене, которая называется BarSmart, когда каждый из нас должен работать в баре. И у него были самые высокие показатели среди всех нас. То есть представьте себе, он такой очень тихий, спокойный человек, которого практически никто не замечает, но при этом знания, которыми он обладает, его преданность этому делу. И представляете, 36 лет, это непростые слова. Ему предлагали заниматься чем-то попроще. Но когда Манхэттен открывался, потому что до этого он работал-то как раз в баре, поэтому когда был создан новый бар, ему сказали, может быть, вы хотели бы заниматься чем-то другим, что было бы попроще. Честно говоря, я пропустил несколько картинок, поэтому я хочу сейчас передать свой компьютер. Я верю, что вы с ним ничего не сделаете, ребята. И здесь вы можете посмотреть, каким образом выглядит Манхэттен. И если вы сравните это с тем, что видели в самом начале, возможно, это позволит вам лучше понять, что именно означает создать что-то настолько поражающее. Здесь где-то 6-7 фотографий, которые позволят вам полностью понять, во что были вложены такие суммы денег, понять идею, которая была у дизайнеров, у собственников, каким образом все это создавалось. Но мы на самом деле хотим поделиться, помимо этих фотографий, это людьми, вот такими людьми, которые работают уже 36 лет в гостинице, потому что они до конца дней своих будут это делать. Этот человек приходит, делает свою работу с утра до вечера, и это невероятно, потому что мы хотим быть частью чего-то большего. А вы презентацию остановили? Вот, влево, вправо, влево, вправо. Поэтому он является кем-то, кто меня действительно вдохновляет. Он видел все, он знает все. Человек из другого поколения. Но если у вас будет возможность поехать куда-то и встретиться с человеком, который так много работал, или посмотреть на какие-то заведения в Нью-Йорке, вы знаете, вы понимаете, что это действительно замечательные места. Можем ли мы создать что-то схожее на это? Нам очень повезло, что кто-то вложил в это деньги. Но на самом деле вы или мы после этого должны были отдаться этому делу, вложить всю свою страсть в то, чтобы это изменить. Я, конечно, понимаю, что не у всех есть такие же возможности. Но как только вам такая возможность предоставляется, вы должны за нее хвататься. Но, конечно же, должно при этом быть определенное понимание того, что вы делаете. Мы постоянно говорим Манхэттен, Манхэттен, Матхэттен. Мы очень рады, что это превратилось в бренд. Бренд внутри компании, которая занимается отельным бизнесом. Компании, которая известна за прекрасные продукты класса люкс, прекрасные места для отдыха. У нас даже есть в отеле собственный самолет. Но к барам всегда относились как к просто какому-то месту, которое есть при отеле. И мы говорим не только про Риджент, мы говорим про Four Seasons. Компания, которая берет огромное количество денег за то, чтобы вы смогли переночевать там в номере. В Гонконге у нас тоже есть 2-3 ресторана с мишленовскими звездами. Поэтому всегда очень много внимания уделялось именно ресторанам. А барам как-то нет. Но мы пытались в Манхэттене изменить саму суть компании. И сейчас очень много внимания уделяется именно аспекту, который касается напитков. В отелях, особенно если мы говорим про Four Seasons, очень важна командная игра, чтобы все работали вместе, весь персонал, все люди, которые предоставляют различные услуги, которые создают прекрасное пребывание в отеле. И в Манхэттене и другие отели, которые так жалуются частью компании, тоже это делают. Они продают различные коктейли. Но если мы говорим про то, что было 5 лет назад, этот процесс только начинался. И к чему мы хотим сейчас перейти? Помимо того, что мы работали над внешним видом, готовили людей, проходили тренинговые программы, я хочу вот сейчас больше об этом поговорить. Теперь вся компания переопределила весь процесс тренингов. Все сотрудники компании должны пройти тренинг в Манхэттен. И я знаю, что, например, в Москве Four Seasons довольно успешно начали, например, работать. Но Чарльз Эйдж, эта концепция, она стала очень модной. И теперь в Куала-Лумпуре, в Бангкоке тоже открылся Чарльз Эйдж. У нас открылась новая должность в корпоративном офисе, где люди занимаются только барами. Это означает, что компания, которая очень хорошо занимается именно гостиничным бизнесом, постепенно начинает заниматься барами. И мы надеемся, что они и дальше эту тему будут развивать. Что мы хотим донести? Мы входим в очень большую организацию. Чаще всего это помогает. У нас есть все ресурсы, у нас есть все возможности. Нас узнают. И отель, в том числе, занимается обучением людей. Хотя в баре есть свои собственные учебные мероприятия, но отели обеспечивают общие стандарты и так далее. Все услуги, которые у нас есть в отеле, могут быть использованы, чтобы действительно каждый гость очень динамичный опыт получал. И рум-сервис, и консьерж, и помощь в паркинге. И мы должны встроиться в этом. Мы должны, с одной стороны, не выпадать из цепочки, а с другой стороны, концептуально влиться в эту всю организацию. Если посмотреть на эти семь отельных баров, каждый из них – это отделенный бар. Там нет отдельной прачечной, там нет отдельного департамента рум-сервиса. Там мы немножко более самостоятельны. То есть, если вы работаете в отеле, постарайтесь посмотреть, как встраиваться в эту цепочку. Очень много аспектов можно использовать. Но все же это преимущество или недостаток? И преимущество, и недостаток. А сколько я из большой компании? Я общался, кстати, с несколькими работниками больших отельных сетей в Украине. И многие воспринимают, что мы можем дать какой-то готовый рецепт. Стандарты есть, это правда. Но нужно все же доказать, что есть вершина, которую можно достигнуть. И убедить в этом всех сотрудников. Сначала может это показаться сложным. Но если бы это было легко, тогда это бы делали все. Я понимаю, что достаточно непросто пытаться как-то сравнивать разные возможности. Когда ты представитель огромной компании, и выплачиваешь это все не из личных денег, а из средств компании, это одно дело. Кстати, нам все-таки стоило использовать эти другие слайды. Я надеюсь, что вам получится посмотреть эти фотки. Потому что вам нужно иметь свою сцену, на которой вы сможете выступить. И если ваш бар – это просто продолжение отельного ресепшена, тогда очень сложно вам создать свою собственную сцену. Все же, вам, как бармену, нужно выбрать свое место и свою сцену. Если, например, ваше руководство не согласны преображать какую-то часть отеля, и у них другое видение, то, может быть, стоит поискать другое место, где начальство поддержит вас в таком смелом проекте. Потому что все-таки бизнес, хоспиталити – это часть образа жизни. Это наше призвание. Возможно, мне просто повезло. Я оказался в нужное время в нужном месте. Понимаю, что не каждый обладает такими же возможностями. Но если вы действительно стремитесь к чему-то в этой профессии, то, мне кажется, что возможность найти можно. Если отель не хочет меняться, ну, вы их не заставите. Бывают отели, которые считают, что бар – это просто такое вот дополнительное удобство и обычный лавивар, и все. Но бывают отели, которые хотят открыть бар, который хочет стать новым савоем. И для этого нужно действительно желание и преданность этому делу. И недостаточно же только, скажем, перекрасить сцены и все, чтобы бар стал новым тусовочным местом в Киеве. Нужно действительно и преданность в работе, и финансово обеспечить поддержку проекту. И в нашем баре все это совпало. У нас были и собственники, и консультанты, и менеджменты, но они тоже начинают заниматься и другими проектами, хотя они и поддерживают нас. Не всегда они могут уделить полностью все внимание. Они действительно поддерживали очень сильно, но в конечном итоге нам надо было взять на себя ответственность. Вот, например, господин Блаза. Он вице-президент Four Seasons в Азиатско-Тихоокеанском регионе по направлению еды и напитки. И ему эта идея очень понравилась, это видение. И теперь он в 28 отелях хочет поднять весь тихоокеанский регион, чтобы в рамках большой кампании отдел еды и напитков стал по-настоящему выделяться. И это не просто какой-то лозунг на бумаге. И он действительно очень много работает по поиску талантов. Вот тоже очень важный момент. Если у вас есть какие-то таланты, не эксплуатируйте их, а поддерживайте, развивайте, чтобы они стали сильнее. И для менеджера нужна команда, потому что именно команда все делает. И для этого вам нужны программы подготовки. И если вы сотрудник, то вам тоже нужно видеть, что вас поддерживают. И если руководство вас не поддерживает, то, может быть, это место не для вас. Потому что все-таки в бизнесе, хоспиталити, можно ли заставить человека работать? Мне кажется, что все-таки тут должны работать только те, кого это прет. И я понимаю, что, конечно, обстоятельства бывают разные, но тем не менее. Представим, четыре года назад, вот Седрик смешивал тогда, не Грони, я, наверное, тоже тогда этим занимался. Мы впервые в 2016 году смогли уехать. И когда мы решили, что нам нужно делать что-то еще, нам пришлось убедить, опять-таки, менеджера отеля по еде и напиткам, причем в отеле был Мишельновский ресторан. Он пришел к нам, заглянул и сказал, ну, хорошо. Мы были очень разочарованы. Но мы его пригласили, наняли президентский номер в отеле, все пригласили консультантов и обсудили, что у нас есть видение, есть видение красоты, видение совершенно нового бара, который будет нашей сценой. Мы сели с руководством, три-четыре часа поговорили, представили, и он потом сказал, хорошо, давайте посмотрим. А потом пришло приглашение из Греции, из Кламзиеса. У них, и потом бы были куча баров, Траймартини в Барселоне, Савой, и все места, которые совершенно удивительные, все стали приглашать нас, потому что мы знали некоторых людей в Греции. И потом мы всех пригласили, и за восемь месяцев нам разрешили эту поездку на обучение, по сути, чтобы мы посмотрели, когда делается в других местах. Это было зимой 2016 года. И потом Седрик тогда, он эту поездку утвердил. И опыт для Седрика был замечательный. Он потом смог всю команду вдохновить. Потому что для... Конечно, он потом заснул в Кламзиес после шоу-парти, и все знают стереотип про китайца, который спит в углу. Тем не менее, поездка была очень интересна, потому что она обогатила нас международным опытом. И это тоже был ключевой момент. Хотя у нас и ДОТа, ВО был отличный продукт и большой опыт. У нас была поддержка. Но она была не такой полной. И RGM нас поддерживает. Иногда нам действительно приходится очень плотный график выдерживать. Сейчас вот мы вчетвером отправились в командировки. И для руководителя за четыре года бар стал по-настоящему тем, что ему нужно гордиться. Вы уже посмотрели, как выглядит бар? Я сказал, что я вам доверяю. Где компьютер там? Поношите руководку в компьютер. А, есть, есть. Опять-таки, ничто не дается просто так. Даже если есть у вас хороший продукт, все равно нужно работать на 101%. И даже, например, для того, чтобы вот так выступать, нам тоже просто сучиться. Потому что это не наша обычная повседневная работа. В нашем баре мы готовы делиться и обучать других. Рекомендуем всех. Если кто-то окажется в Сингапуре, заходите в Манхэттен бар. Он все-таки другой мир. Например, он на втором этаже. В нашем отеле. после того, как за вами закрываются двери, вы заходите внутрь. Вы не знаете, где вы находитесь. Это может быть и Нью-Йорк, может быть и Киев, и может быть и Сингапур. Я понимаю, что, конечно, в Сингапур лететь далековато. Но, тем не менее. Мы все-таки надеемся, что другие отели тоже будут вдохновлены этим проектом. Когда у нас доход из нескольких тысяч долларов в год стал несколько миллионов. здесь важно знать, что успех и финансовый, и маркетинговый придет, если вы рискуете, и затем ставите все на это. Например, открывая бар в гостинице, вы закупаете стаканы, бокалы. И вам нужно планировать. Если вы на открытие закупите что-то самое дорогое, то через полгода у вас не будет денег на пополнение разбитых. А если вы закупите пластик, то гостям не понравится. И важно планировать наперед. Для этого нужен опыт. Мы завершали ошибки, но все-таки мы и учились на ошибках. И это во многом благодаря поддержке, которую компания нам оказывала. Поэтому мы готовы делиться этим в Манхэттене и повторять этот опыт. Но мы тоже ошибаемся. Тут идеальных людей нет, конечно. И нет идеальных рецептов. Надо просто пробовать и делать. Потому что мы решили, что для нас честь сделать этот проект. И для нас честь и здесь, на этой сцене выйти перед вами и точно так же за баром стоять и делать коктейли. Мы действительно считаем это честью. и мы гордимся этой работой. И считаем, что все больше и больше людей, которые работают в гостиницах, должны тут тоже черпать вдохновение из своей работы и рисковать и вдохновлять других рисковать. Потому что оно того стоит, хоть это и непросто. Добавишь что-нибудь? Если есть вопросы, то, наверное, легче, если за баром. Вы подойдете, мы вам дадим выпить, и мы поговорим. Спасибо большое. Вопросы? Я просто... Если есть вопросы сейчас, то, пожалуйста, конечно. Да, потому что я тут не вижу сзади. Покажите, пожалуйста, поднимите руку, если у вас есть вопросы сейчас. Есть ли вопрос? Есть. о том, что делались какие-то тренинги, создавались хорошие коктейли и так далее. А что делать именно с рекламой, то есть и как была выстроена именно стратегия маркетинга? Я 26. Нет. Это почему я 26. Я говорю, мне 26, потому что я не понял вопроса, потому что не было наушника для перевода. У меня здесь нет наушника. еще раз, скажите, если можно, я повторю. Вы рассказывали о коктейлях, о тренингах, но не рассказали о маркетинговой стратегии. Расскажите, пожалуйста, каким образом вы рекламируете и как вы рассказали людям о своем баре? Да, я вообще, я лично худший представитель поколения социальных сетей. У меня есть и Facebook, и Instagram, но я ими не пользуюсь. Хотя вообще-то именно они больше всего помогли распространить информацию. Сейчас в отелях есть отделы маркетинга в соцсетях, если у них есть бюджет соответствующий. и в самом начале мы просто основные тезисы пытались попадать, что у нас есть рекаус в четырех сезонах. Тогда у нас кроме Сингапурс особо ничего не не И сотрудники прессы старались просто привлечь СМИ и нужно придумывать поводы. Мы начали сначала с хороших красивых картинок в Instagram и публиковали их в Facebook. Но если посмотреть, что было три-четыре года назад, кроме картинок, не было настоящей истории. И понятно, что мы тогда не имели еще опыта. Только потом мы поняли, что нужно создавать концепции, создавать истории, такие как друзья Манхэттена, и создавать какой-то шум вокруг этого. Но сейчас это уже чаще есть. Сейчас уже у многих есть стратегии, например, создания страницы в Instagram, которая будет интересна, за которой будет приятно следить. Мы продолжаем тоже экспериментировать. потому что необходимо еще и финансово поддерживать. У нас пиар-отделы это две девушки, которые великолепную работу делали раньше, а сейчас они перешли на другую должность. Но им нужно заниматься еще итальянским рестораном, китайским рестораном, кафе, чайной комнатой, отелем, отделом банкетов и еще и баром. Но можно вообще отдельного человека только для бара нанять, чтобы по-настоящему хорошо делать маркетинг хороший вопрос, но, к сожалению, я этим настолько плотно не занимался. Занимались этим больше они. Если сравнить, например, Атлас в Сингапуре, это бар, где есть вот эта башня джиновая, они специализируются по джинам, у них 20 тысяч фолловеров и они очень много лет существуют. У нас всего около 5 тысяч фолловеров. Мы все еще развиваемся. Но наши специалисты, они там истории в Инстаграм постят. вообще они чудесно это делают. Я мало все-таки это понимаю. Я вижу, что там есть потенциал, но ответить полностью вам не смогу. Надеюсь, что через секунду коллега ответит. Все-таки мы показывали, что мы делаем каждый день, и люди стали об этом говорить. работают. Да, я скажу так же, как и Филипп говорил. Мы не делали маркетинг очень профессионально, мы не можем это выразить как-то в четком плане, но лучшие послы вашего бренда это те люди, которые работают, и те люди, которые приходят к вам в бар. Чаще всего, если у вас хорошо, то люди будут рассказывать, и уже будут расти клиенты. Мы видели, например, что некоторые клиенты уезжали, они приезжали из Греции, и потом рассказывали другим грекам. Знаете, там есть Манхэттен Бар, Сингапуре, и через некоторое время другие греки приезжали. То есть это как спикизи, только на более высоком уровне. То есть во многом это просто благодаря хорошему опыту, который мы даем клиентам. Потом оно множится и множится. И, как сказал Филипп, мы все-таки не лучшие в вопросе постинга в соцсетях и так далее. По сути, повседневные вещи потом все-таки приумножаются, если делаешь все правильно. И особенно в начале и в нашей компании и в Сингапуре была создана некоторая шумиха. когда открыли Манхэттен, было несколько мероприятий, на которые пригласили много СМИ. И потом они уже тоже информацию разнесли. Хотя, конечно, для этого вам нужен ваш отдел маркетинга, который этим займется. Они сделали все, что смогли. и дальше уже пошло, поехало. Я хочу еще добавить. С самого начала, когда вы поднимали руку, спрашивали, кто работали в барах. Если можно, поднимите еще, кто работает в барах, в отелях. История о том, как делать промоушен бара, отеля, ресторана, это вообще отдельная тема. Это вообще сложный вопрос для FFB, для менеджеров бара и для самих барменов. Но, Филипп, вы упомянули с самого начала, что 20% посетителей вашего бара это гости отеля. А 80% это посетители, которые приходят с улицы. В Киеве, в Украине вы знаете, у нас ситуация совершенно противоположна. Я думаю, что нам нужно вдвое больше маркетинга направлять, вдвое больше селеберити приглашать. Потому что вы сказали, что ваш руководитель, собственник вашего бара пригласил Алекса Тало. Алекса Тало. Это шеф премиум класса. Его плата, я знаю просто, сколько он получает, потому что я менеджер креативного саммита в клубе ательеров. оплата этого шефа где-то 10 тысяч долларов или больше. Так что всегда есть вопрос, как делать промоушен бар, как делать промоушен ресторана, как привлекать людей извне. может быть просто из нашего прошлого опыта мы можем поднять, но это все еще тема для обсуждения, потому что я не услышал ответа, и я продолжаю три года задавать один и тот же вопрос, и все-таки не слышу ответа. Я спрашиваю менеджера ресторана, как привлекать людей, как сделать ресторан в отеле популярным, и ответа успешного, успешной истории успеха в Украине я не знаю. В Европе да, они идут к шефам, делают мишленовские рестораны, но да, это все еще вопрос. Я хочу еще добавить, мне кажется, что лучше медленно делать маркетинговую компанию, чем заранее поднимать ожидания, до которых я не смогу дотянуться. Нам важно обеспечить качество, нам нужно иметь, что мы представим, и потом уже об этом можно поднимать шумиху. Потому что есть многие места, которые чудесно делают маркетинг, и ожидания тогда очень огромные. Ты приходишь туда, и может быть получаешь не то, чего хотел. Поэтому, с одной стороны, это слабость, но с другой стороны, это может быть преимущество, что маркетинг очень медленный. Но все равно рецепта у меня нет. Да. с одной стороны, я phrase